Это место, где вот сейчас... Вы можете не хунить во время разговора? Мы желаем, чтобы люди узнали истину Господню, а истина им открыта в Святой Книге. Это можно достать сегодня в любом храме. Потому что о вере во Христа не все знают. Вот здесь сейчас рулетка, здесь половина голая, и процентов 90, наверное, или 85 мусульмане. Отец, ты веришь в то, что здесь... Есть будущая жизнь за гробом, и человек подготавливается к этому всю жизнь. Иисус умер за грехи людей, взял на себя это бремя. Верующие в него имеют жизнь вечную. Попы? Есть какое-то там провидение Господне? Попы же это жиды, швабы. Так у вас что-то непонятное? Так яснее мысль выразите. Есть вот церковь, есть вот люди, которые верят, такие, как вы, которые истину верят. Да. А есть попы, которые наживаются на вашей вере? Может быть и наживаются. У меня брат родной священник, он не наживается. Он сам держит овечек. Мы строим православную деревню с нуля. Он сам косит сено, привозит, кормит. Извините, перебью, как вы относитесь к патриарху Кириллу? Я к нему никак не отношусь. Я молюсь за него согласно повелению Божию. Мне его не судить. Вы верите, что он человек Господень, который катается на яхтах? Вы верите, что он от Господа произошел? Понимаете как? Вот Каиафа, который осудил Христа. Вы можете не курить? Я просил уже два раза вас. Извините, пожалуйста, но когда речь заходит к патриарху, я не могу не курить. Ну вы можете сейчас не курить, я прошу вас. Это отрава. И нам страшно смотреть, что люди 12 лет жизни обрывают. Зачем вам это? Смотрите. А Иисуса Христа, когда осудили, первосвященником был Каиафа. И он сказал в это время, вы ни о чем не подумайте, лучше, чтобы один умер за всех, чем все из-за одного будут умирать, римелям придут и победят нас. Он был первосвященник и злой человек, но он первосвященник, и это пророчество через него Бог сказал. Иисус умер за грехи людей, будучи на тот год первосвященником. Так и патриарх Кирилл. Мне его не судить, у меня своих бревен хватает в глазах. Патриарх Кирилл катается на яхтах, на вертолетах. А вам что, завидно? Завидно. У меня старый велосипед. У меня ничего нету. Мне ни в коем случае не завидно. Я переживаю за вас, за верших людей, которые... Говорит, позаботился, Волг говорит, кобыл, оставил хвост до гриву. Вот я знаю, нам дается повеление, молиться за старей за начальствующих. И мы молимся за всех правителей, за Путина, за Ордогена, за Дональда. Повеление Божие. Я христианин, я обязан делать. Я за ним не обязан смотреть, он за мной обязан смотреть. Он пастырь, я овечка. Это слепая вера, которая ни к чему хорошему. Скажите, давайте вместе сейчас будем ругать патриарха. И давайте вместе, говорит, вместе соберемся, поймаем его и набьем морду ему. И что из этого изменится? Да я бы не набил морду ему, я просто бы... Знаете, у меня с фронта вернулся мой отец, меня Игнатий Тихонович звать. Отец Тихонов, у него руки вот так не было. И нас пять, у него было мальчиков, пять девочек. И мы никогда не слышали, чтобы они ругали власти. Мы работали с пяти лет, пасли с отцом. И ни один... Советские люди, советские люди, советские люди не имеют ничего. О, что сравнивать-то? А сегодня как? Вот у меня здесь есть люди, которые... Слово по-другому сегодня есть. Сегодня люди имеют свободу слова. И когда люди понимают, что патриарх Кирилл, он же там, не знаю, как его зовут, катается на яхтах, летает на вертолетах, и все это за деньги таких, как вы, верующих. На яхтах, на вертолетах. А сколько разбивается? Патриарх разбился. Рядом с Санваром Садатом стоял священник, этот, сказать, митрополит. А в это время расстреляли, и он погиб там. А я пешком хожу, у меня старый велосипед, и я живой, а мне 81-й год. У меня за плечами тюрьмы и лагерь, за слово Божие. Я живой, а они разбиваются. Я могу ли им завидовать? У нас, я в Алтайском крае, губернатор Евдокимов разбился, мэр города разбился, Баварин. А у меня старый велосипед ржавый, я на нем езжу спокойно. Строим православную деревню. Ну, спрошу еще раз, имя, отчество, как тебя зовут? Как вас зовут? Вы знаете, зайдите на наш Ютуб, и вы увидите, о чем я говорю. Реклама начинается, ну не надо уже, но вы же вырослый человек. Понимаете, вы не заинтересовались. Мы единственные на всю Российскую Федерацию, которые падшую деревню с нуля восстанавливаем. Вы меня уже в секту впутываете. Вы не слышите. Мы восстанавливаем с нуля православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна, единственная на всю Россию. Вы в секту меня уже впутываете, и не надо меня впутывать в секту. Я, ну, довольно-таки взрослый человек, и могу мыслить своей головой. Да. Как вас зовут? Игнатий Тихонович Лапкин, город Барнаул. Игнатий Тихонович Лапкин, большое вам спасибо за общение. Очень приятно общаться с такими людьми, которые искренне верят в то, во что верят. Знаете что, я хочу сказать, что если у вас будет желание продолжить встречу, в скайп зайдите, Игнатий Лапкин, я один с этим именем на весь интернет. Игнатий Лапкин, запишите. У нас большой ютуб. На нашем ютубе 16800 роликов. Но вы же понимаете, что вас используют просто для привлечения. Нет, я 57 лет этим путем иду. Вот представьте себе, ночь... Я такой искренний человек. Послушайте, послушайте. Я был там, где слезы и горе. Камера. 72 человека. А койки, шконки только на одну трое. Я молюсь ночью. Встал, а мне говорят, вчера ночью с вами на молитву 7 человек становилось. Можно мы с вами встанем? Там убивают каждый день. Там смеху нету. Я прошел эти огни и трубы. Мне кажется, вас просто используют сейчас для привлечения внимания к очередному выкачке денег из людей. Ну, я хочу сказать вам спасибо, что вы есть и что вы общаетесь с людьми. Просто вы хороший человек. И я хочу, чтобы... Наши ресурсы, сайт Ютуб, называется «Во свете Библии открытым оком» Игнатий Лапкин. Запомните два слова, и вы меня найдете. Мы можем быть хорошими друзьями. Спасибо. Вас как звать-то? Вас используют просто. Как звать вас? Алексей. Алексей. Алексей означает помощник. Да благословит вас Господь. Будьте помощником в деле Божьем. И у вас вопросы есть какие-то духовные о душе, о смерти, о вечности? Нет, я агностик, я агностик. У меня нет вопросов никаких. Надо помнить, что будет суд Божий, как Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, и он ждет. Нет, я агностик, я не верю. Ну, я ни во что не верю. А они верят почему? Потому что за все, что делали, блудили, курили, разрушали этот храм Божий. Чтобы не отвечать, суда Божия не будет. Да, да. А знаете, Ян Затауз говорит, доказательство Божьего и бытия вот какое. Бог справедливый? Да. А на земле справедливость? Нету. Отсюда вывод, что она где-то другого в одном месте проявится. То есть за гробом. Знаете, даже больше, чем агностик, я, скорее всего, атеист. Потому что я не верю в волшебного мужика на небе, который решает твою судьбу. Твою судьбу ты решаешь сам. Но я верю в таких людей, как вы, когда вот они есть. Ну, вы поможете человечеству стать лучше. Алексей, вы знаете, что в стране 3,5 миллиона беспризорных детей, как статистика показывает? Ну, я знаю, я знаю. На что вы можете сделать для этого? Кроме того, сказать, правители не смотрят. А мне Господь положил на сердце образовать детский православный лагерь. И 45 лет я начальник. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Без помощи ни копейки не дали мне. Только гнобили, давили меня. Я хочу встретиться с вами лично и поздать вам в губах. И все. Вот смотрите, у нас такое настроение, что выйти на улицу нельзя, преступники. У меня опыт тюрем. Я 5 тюрем прошел. Я работаю, не работаю, помогаю в местной тюрьме работать с заключенным бесплатно. 18 лет. 18 лет помогаю заключенным. Бесплатно. В каких тюрьмах сидели? Можно спросить? Повторите. В каких тюрьмах сидели? Можно спросить? Можно. Я и в городе Барнауле. Новокузнецкая, Кемеровская, Джамбульская. Жанатас. Я в Кемеровской области. Я могу уточнить номер зоны у вас. Там не смех. Горе смеющимся ныне, Библия говорит. И блажены плащащие. Смех ваш обратится в плащ, говорит Господь. Надо вовремя одуматься. Алеша, это не игрушка. Вы на меня посмотрите. Мне 81 год. Я прошел все это на себе. Руки вывершенные, крученные. Мною КГБ занималось. А у меня сердце не ожесточилось. Почему? Бог. Я сотрудничаю с самыми падшими людьми, чтобы подняться им на ноги. Семьи сохранить. Душу спасти навеки. Я благодарен вам. Да. Спаси Христос. Запомни, Игнатий Лапкин, ты меня найдешь по скайпу. И там я материалы могу скинуть. Вот такие люди, как вы, внушают какую-то веру в таких, как я. Вот именно благодаря вам есть какая-то вера в таких, что есть настоящие люди, которые по-настоящему верят, которые не катаются на яхтах, не летают на частных самолетах. Яхты, да зачем они нужны? Яхты нам. Мы пруды. Восстановили семь прудов. И мы купаемся. Зарыбили ее. Своя рыба. Все свое. С нуля. Заброшенной деревней. Мы ее взяли. 28 лет восстанавливаем. Добили статуса. Построили храм Божий. Школу государственную. Хочу сказать спасибо. И спасибо, что вы есть. Это, Алеша, рассуждать тогда некогда будет. Нам приходится работать очень много. Мне Господь дал такое здоровье. Вот в 81-й год я еще таблетки не сел ни одной. Надеюсь, когда-нибудь я приду к тому, чем вы занимаетесь. И надеюсь, я помогу вам. Конечно. Мы можем встретиться. И вы увидите... Сейчас внимательно послушайте. Если в Ютубе зарядите Игнатий Лапкин, там больше 200 роликов против меня. Которым не нравится, что мы делаем. То есть, ну, сквернословцы, бездельники. Но наш канал, «Восвете и Библии открытым оком», это огромный канал. 16 800 роликов. Вы там увидите, как мы строим, как я веду занятия в разных университетах, как выступаю по радио, три радиопрограммы, как сотрудничаю в тюрьме. Вам будет очень интересно. У нас миссионерская поездка была. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг. Я решил подарить их. И подарили на 35 миллионов. Прошли из Барнула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север. И все заснято. С мусульманами у нас хорошее отношение. С мусульманами. У них, правда, не Библия, а вот такая книга. Я читал. И мы ночевали в доме у Муллы. Молились в мечети, призывали ко Христу. Нам есть, что показать. И если на наш YouTube зайдете, вы скажете, новая жизнь. Там сняты государственные фильмы, занявшие первое место на международном киноконкурсе о нас. Это не игрушка. Нас называет искорка возрождающейся России. Я же не один. Я верил, мне прям хочется верить вам, потому что вы очень искренний человек такой. И я благодарен за то, что есть такие люди, как вы, которые, извините, пожалуйста, но которые, в отличие от Кирилла и прочих, могут принести настоящую веру. Без яхт, без вертолетов, без самолетов. Есть люди, которые по-настоящему верят. И вот благодаря вам я хочу сказать спасибо, что есть такие как вы. Вот смотрите, говорят, евреи захватили, все. Я говорю, да, я не опровергаю. А что ты сделал для того, чтобы изменить? А что я сделаю? У меня обращается еврей, он мой крестник, делается священником. А вот, говорит, а вот там КГБ, то другое давят. У меня следователь обратился и стал священником. Пусть через каждого один обратится, и у нас жизнь изменится. Вот у нас детский лагерь, отовсюду люди были, до Израиля. С Канады приезжали. Такое воспитание, как любить друг друга, как жить, чтобы работали, все умели делать. Каждое воскресенье на лодках катаются, на лошадях. Мы показываем им жизнь во Христе, каждый день молитвой, потом идем в храм, собираем ягоды, купаются раз в шесть в день. Это все на себя надо было взять. В 98-м году против меня возбегли несколько уголовных дел. 15 комиссий, и все отступило. Они ничего не могли сделать. Нам помогают хорошие люди, губернаторы, прокурор края. Они видят, что мы делаем честно, открыто. Никакой лжи нигде не допускать. Старые пруды восстановить, дороги, должно государство, а мы за свой счет это делаем. У меня пенсия 8 тысяч, 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки, за 35 лет стажа трудового. Я 40 лет пищником был, а так был прорабом, в МВД работал. Уверовал, меня давили и гнали. И я благодарю Бога, ни на кого обиды нету. И мне все время попадаются хорошие люди. Сегодня я помолился, иду в чатрулетку. Господи, большие добрых людей кому сказать. Позвольте войти в эту молитву, чтобы не случайно мы с вами встретились. Спасибо вам за то, что мы встретились, за то, что мы пообщались. Ну все, тогда отходите, чтобы вам не в тягость было. Сразу пообщался с такими людьми, как вы, и понимая, что здесь светлые люди... Я молюсь за Патриарха, молюсь за Путина, за Эрдогена, за всех. Это повеление Божье. Ну пусть так будет. Я не молюсь за Путина, я не молюсь за Патриарха. Знаете, книги подарили, я получил благодарность от Лукашенко Александра, от Рамзана Ахматовича Кадырова. Из этой... Из Сирии. Откуда только не было. Нынче у нас крещение приезжали в нашу деревню принимать. Из Ливана. Из Германии. Потому что у нас все бесплатно это делается. Я желаю вам здоровья, желаю вам всего хорошего, но Кадырову и Путину я желаю поскорее здоровья. Надо согласиться, что мы пока мирно живем, слава Богу. А я буду сказать, ты проклятый, проклинатый, что это даст мне? Я только злее буду. А я молюсь, встаю ночью, за него руки поднимай, Господи, пощади от нападения их, от покушения. Давайте разойдемся на этом. Да, до свидания. Да. Всего хорошего. Отключайтесь. Да, отключайтесь. Давайте. Спасибо вам, Иисусе. Слава Христу. Мы говорим, спаси Христос. Благодаря меня. Спаси Христос. Место спасибо. Наверное, я не знаю. Я не религиозный человек. Я не знаю, как отвечать. Спасибо вам. Хорошо, что вы есть. Слава Иисусу Христу. Слава. Благословен Господь, сотворивший нас и даровавший мир на земле. Мы знаем, как события будут развиваться. На всей земле будет один царь еврей. И царствовать будет три с половиной года. И тогда придет Христос. Дай Бог вам здоровья. Дай Бог вам здоровья. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.